В принципе, дети первых месяцев жизни, да, при течении инфекционного процесса, кишечной инфекции, мы, в принципе, госпитализуем сразу же. Но вот расскажите про количество и про кратность. Что касательно количества и кратности, если у ребенка, например, до первого полугода жизни диарейный синдром более 10 раз, то это уже, в принципе, и нет какой-то возможности для выпаивания, да, если у нас выпаивание приводит и кормление приводит еще и к химическому синдрому, то есть к рвоте. То это незамедлительное обращение. В первые месяцы жизни мы так вообще сразу же берем ребенка в первый месяц и тут же едем. Особенно при, например, каком-то достижении температурных показательных фибрилитета стойкого 40 градусов. Это незамедлительная госпитализация. Ровно так же у детей мы смотрим, да, мы собираем у них кожную складку. Если ребенок с длительным диарейным синдромом, многократные рвоты, и мы видим, что... Тургера кожи нет. Да, мы ровно так же сразу же бежим к врачу. Неврологические симптомы? Насколько для ребенка характерны? Поскольку у детей, скажем, обезвоживание наступает гораздо быстрее, то и неврологическая симптоматика у них тоже может быть. У маленьких детей это, в принципе, начальные какие-то моменты. Это вялость, повышение капризности. Затем уже происходят некоторые изменения сознания, когда у нас ребенок, мы его не можем с вами разбудить, или он как только заканчивается какое-либо воздействие, засыпает вновь, то это тоже повод для обращения к врачу. Судорожный синдром. Судорожный синдром. Тоже как синдром инфекционно-токсического ушей.